Глава вторая. Москва. Самедов смотрел на Борщевского, удивлённо, но очень благожелательно. Это был звёздный час Кирилла. Поганец поди-ка не зря за мной ходит и ко всему, что я делаю, присматривается. Чему-то уже от меня и научился, когда только начинали с прожектором по расследованиям ездить. Так Борщевский очевидных косяков не замечал. А сейчас нашёл, причём важные, да ещё самые, без подсказки. Впора мне гордиться ученичком. Но как же не вовремя этот его качественный скачок приключился. Нехорошо получилось с отчаном. Я ему обещал, что Самедов ничего не узнает про левые тиражи. С другой стороны, от меня и не узнал. А большего обещать о с отчану и не мог. Самедов внимательно выслушал все приведённые в нашем отчёте факты. Задал целую кучу уточняющих вопросов и по охране труда, и по левым тиражам, делая себе какие-то пометки в блокноте. Потом поблагодарил нас за прекрасно проделанную работу и пообещал, что за счёты мы за эти дни, как и договорились, получим автоматом. После чего поспешно выпроводил. Ох, и знаю я, чем он будет сейчас заниматься. Такую дойную коровку он непременно захочет подмять под свою группировку. Он как глаза сверкает. Только вышли из кабинета, как Маша возмущённо подскочила к Кириллу. Я не поняла. Как работать так вместе? А как что-то интересное нашёл, так надо утаить информацию от группы и всю славу себе присвоить. Ого, характер-то прорезался. А такая раньше была тихая и скромная, что и не поверишь, что вот так может. Общение с Витькой на неё очень благотворно действует. Явно он её учит интересы свои отстаивать. Кирилл не поверил ушам и опешил. Тоже не ожидал от Маши выговора. Начал что-то неуверенно мекать в своё оправдание. — Так я это хотел сюрприз сделать? Ему, конечно же, не поверили. Врать от него никто не покупает. Разошлись молча. Маша демонстративно отвернулась и пошла по коридору прочь. Светка и Лёха тоже сюрприз от Кирилла не оценили, хмыкнув что-то. Но меня все эти детские разборки и не волновали. Я поспешил к телефону на улицу. — Проблема, — я описывал ситуацию с отчаном, максимально спокойно и подробно. Я в отчёте отразил только факты по охране труда, как мы и договорились. Но, казалось, руководитель нашего прожектора у меня уже успел многому научиться за время совместной работы. Залез в клише и тоже нашёл левак в типографии. При этом от всей нашей группы информацию утаил, так что я заранее не мог знать, что он может её в отчёт включить. Молчал как партизан, но на заседании Самедова всё про подпольный выпуск литературы доложил. Тот был очень доволен, видно, что заинтересовался. Так что имею в виду, будут конкуренты. С отчан вырвался, потом помолчал, а затем, вздохнув, сказал. — Блин, я сразу подумал, что как-то слишком легко и просто удача в руки пришла. — Ну ладно, просто так ничего не бывает. За всё в этой жизни бороться надо. — И это верно, — согласился я. — На ничего, спасибо, что предупредил. Думаю, мы этих конкурентов отвадим. А затем не выдержал и не удержался от норовоучений в мой адрес. А ты постарайся как-то не слишком многому, что сам знаешь, своих товарищей учить, чтоб поменьше таких неожиданностей возникало. Тебе самому это невыгодно в будущем. Мы уже практически распрощались, когда он вспомнил о самом для меня главном. — Ой, чуть не забыл. — Запиши телефончик. Сачан продиктовал мне контакты бригадира с телефонного узла и велел с ним связаться и договориться, когда я буду того ждать дома. — Обещали, пока ваш дом не подключён, кинуть воздушку с одного из соседних зданий. — А ты должен понимать, что не у каждого профессора в квартире есть телефон. Строго напутствовал он меня. — Оцени то, что я смог для тебя сделать. — И я оценю, не скрывая радости, — ответил я. — И всё понимаю. Спасибо. Сразу набрал этому бригадиру. Договорились, что буду ждать его в следующую среду после обеда. Сегодня уже поздно, рабочий день заканчивается. В выходные бригадир отдыхает, как вся страна, а в понедельник и вторник он, по его словам, занят. — Что буду должен? — сразу спросил я, чтобы тот понял, что я не халявщик, хоть и блатной. — А у вас телефонный аппарат есть? — сразу сменил тон бригадир. — Да, — ответил я. Не зря я тогда в горном у завхоза затарился, как чувствовал. — Ну, тогда чирик. Охотно ответили мне на том конце. — Ну, так бы сразу и сказал, а то не могу, занят. — Договорились. — Доброжелательно, — ответил я. — Так я жду вас в среду после трех. Раньше не получится. — Может, во вторник? — вдруг предложил бригадир. — Если вырвусь пораньше. — Увы, я не смогу быть дома пораньше во вторник. — Расстроенно, — ответил я. — У меня же лекция в дарах природы. — Давайте на среду уже, как и собирались изначально. Дома меня ждал горячий ужин и довольная жена. — Петр потащил Инну на новую квартиру, — доложила Галия. — Им сослуживцы помогают сегодня обои поклеить. И сегодня же Петр пригласил их сразу это дело отметить. Пиво набрал две трехлитровых банки, водки купил, колбасы какой-то, картошки у нас отсыпали, там сварят. — Ну, а что, правильно, — одобрил я. — Пусть уже Инна вливается в сообщество офицерского общежития. — Я бы, конечно, еще что-нибудь к столу приготовила. — Виновата, — проговорила жена, — но не успела, пришла поздновато. — Милая, не переживай, они взрослые люди, — возразил я, чувствуя, что Галия испытывает чувство вины, что не прикрыла Инну. — Без нас разберутся. Галия смотрела на меня не очень уверенно. — Боюсь, что Инна может не справиться, — ответила жена с тревогой. — Слушай, с чем не справиться? Картошку не сварят. — Отмахнулся я. — Ей там особо готовить не надо, только тарелки с вилками выставить, да и жены других офицеров помогут. Они, как правило, очень дружно и проходят через такие огонь и воду, прыгая вслед за мужем из гарнизона в гарнизон, что понимают цену товарищеского плеча. Возвращаясь сегодня вечером, обнаружил в почтовом ящике письмо от Мишки и после ужина с нетерпением вскрыл его. Мишка в письме тщательно перечислял все новости о наших общих друзьях и знакомых. — Славку призвали, — писал Мишка. — Проводы были скромными по меркам нашего городка, никто ни с кем не подрался, не споили целую улицу. — Служить он попал в нашу часть, недалеко от Святославля. Возит на служебном уазике командира части. Говорит, он часто бывает у дома Эммы. Но самому Мишке встретиться с ним в новом статусе солдата пока не удалось. Порадовался за Славку. Как же все удачно сложилось. Как раз, как я и планировал. Друг не просто служит рядом с родным городом, а еще и часто дома появляется. Продолжил читать. Мишка пишет, что слышал о том, что наша Юлька родила сына. Он ходил к ней поздравить, когда приезжал последний раз, но Юлькин дед сказал, что она сейчас живет у родственников мужа, где-то на Ленина, в сторону вокзала. Мишке некогда было ее искать, надо было возвращаться в Брянск на учебу. Он отправил Юльке из Брянска открытку с поздравлением на адрес матери. Значит, Юлька стала мамой. Умилился так, как будто это моя собственная дочь родила. Так захотелось всех там увидеть. А что за родственники мужа на Ленина? Я, кажется, догадываюсь. Не иначе арист. Их с Игнатом у себя приютил. Ну, а что правильно? Вероника замуж вышла и к Ивану переехала. Дед один остался. А Игнат как с завода уволился, так его наверняка малосемейки лишили. Куда ему еще, как не к одинокому деду жену с ребенком везти? И старому все не так одиноко. Эх, на Новый год поедем в Святославль, надо будет обязательно их всех навестить. Надеюсь, Юлька с Игнатом еще там будут, не уедут обратно к себе в набережной Челны. Подарки нужны срочно, блин. Времени не так много осталось. Я уже предвкушал эту встречу. Как вдруг дочитал до места, где Светка Герасимович передает мне привет. Она, оказывается, дружит с Мишкой. Он ей помогает всяко-разно по дому, который ей отец с братом снимают. Когда она уезжает к отцу на выходные, в доме остается Мишка и топит там печь. Он очень радуется таким моментом, отдыхает от своей общаги. У меня появилась шальная мысль воспользоваться на новогодние праздники гостеприимством Светки. И задержаться на день в Брянске. Встретиться со всеми, повидаться, пообщаться. Сел сразу писать письмо Мишке с таким предложением. Просил, если он не против, поговорить об этом со Светой предварительно. Я бы и сам ей написал, но боюсь поставить ее в неудобное положение. Вдруг она не захочет, а отказать будет неудобно. Хотя, писал я, уверен, что вам обоим эта идея понравится. И может, вы заодно продумаете сразу программу досуга? Я же буду с молодой женой, ее развлекать надо. И нарисовал смешную рожицу в конце строки. Пусть привыкают к смайликам. Написал еще одно письмо Юльке с поздравлениями. Выслал на адрес матери, так как не знал точно номер дома Ариста. Надо будет, кстати, узнать, а то не написать, не поздравить старого. Хорошо, что запас конвертов в доме имеется и почтовый ящик рядом с домом. Признаться, я уже втянулся. Немного новости запаздывают, конечно, на неделю-две, но это ерунда. Держать письма в руках приятно. Ощущение, что они живые. Часть энергии автора в себе несут. И писать письма в ответ интересно. Как будто общаешься с человеком мысленно, а вдогонку письменную расшифровку своих мыслей отправляешь в виде письма. Необычное ощущение. Раз уж вышел на улицу, прошел и к телефонной будке. Вспомнил, что планировал помочь Фердаусу, если нужно ускорить процедуру в ЗАГСе. А то, не дай бог, передумает по поводу Дианы. Совесть, конечно, немного мучила, но, с другой стороны, Ливана все равно терять нечего. Там, по-любому, гражданская война через четыре года будет. Правда, возможно, что из-за переезда туда Дианы пораньше все может рвануть. Ну, а если серьезно, моя задача мне понятна. Нужно будет капать на мозг молодожену все эти годы до войны, чтобы он вовремя с женой из страны сбежал. Парень из богатой семьи перевезет Диану в какой-нибудь Париж или Лондон, и все у нее будет хорошо. Фердаус не сразу понял, кто звонит, но когда узнал, обрадовался. О, Паша, молодец, рад слышать. Я даже немного насторожился такому теплому приему, пока не вспомнил, что люди на Ближнем Востоке энергичные и дружелюбные. Он меня уже за родственника считает, вот так и ведет себя. Хотел узнать у тебя, на какую дату у вас регистрация в ЗАГСе назначена с Дианой. О, все плохо, брат, — расстроенно сказал Фердаус. Не хотят регистрировать ближайшие числа, понимаешь? Январь предлагают, чтобы заявление подать. Зачем мне январь? А расписаться, говорят, в марте только. А я хотел уже в конце января после сессии к родителям молодую жену провести. И как? Могу попытаться помочь ускорить все эти дела, — предложил будущему родственнику, как и планировал, брат. Фердаус выражал свой восторг больше минут, и я уже замерз и начал притоптывать легкими туфлями на снегу. Вот же как бывает. Думаешь, что на пару минут выскочил? Легко одеваешься, а нарываешься на восточную экспрессию и влипаешь надолго. И не скомкать же разговор, еще обидеться. В конце концов, после тысячи благодарности договорились, что я уточню и перезвоню ему на днях с результатом. Возвращаясь домой, у лифта столкнулся с Анной Аркадьевной, что главбухом работает на мебельной фабрике. «О, Павел!» — воскликнула она. «Ты откуда в одном свитере?» Письма ходил в ящик бросить. Приветливо улыбаясь, ответил я. «Ну что, когда за диваном?» — заговорщицким шепотом спросила она. «Вот он, мой звездный час противодействия Ининой вредоносной пропаганде против меня среди соседей. Галия начала, а я продолжу». «Уже скоро, думаю. Зять квартиру дали служебную, помогал ему ремонт небольшой там сделать. Сегодня они с сослуживцами последние штрихи добавляют, обои клеят. В воскресенье переезжать планируют». В этот момент очень удачно приехал на первый этаж лифт, и из него вышел Марк Евгеньевич с пятого этажа, которого мы избрали старшим по подъезду. Он остановился пожать мне руку. «Ой, какой же у Инны Тарасовны! Муж молодец!» — воскликнула Анна Аркадьевна. «В такой короткий срок квартиру семье выбил. Многие годами ждут». «Это точно», — подтвердил я. «Молодец, и все сам!» — похвалил я Петра, и мы с соседкой зашли в лифт. Жариковы вернулись поздно, мы уже спать легли. Вышел к ним предупредить, что завтра мы с женой уедем в деревню, но вечером вернемся, поможем с переездом. Петр был крепко поддат, а Инна чернее тучи. Когда она скрылась в комнате, поманил Петра на кухню. «Что у вас там случилось?» — поинтересовался я. «Да, жены моих парней натащили еды всякой к нашему столу. Инна решила, что они специально хотят ей показать, что она никудышная хозяйка». «Ну, начинается», — удивился я. «Прям классический невротик. Придумывает словам и поступкам других людей смысл, о котором те даже и не помышляли. Будем надеяться, что это из-за беременности». «Ай!» — беззаботно махнул рукой Петр. «Пройдет!» «Оптимистичное умозаключение, конечно. Надеюсь, что он прав, и сестрички хватит. Ума не ссориться с соседками из-за фигни». «Мы завтра в деревню». Псая сам выголю, и с утра, и вечером. «Предупредил я зятя. В субботу выехали пораньше. С женой надо уже с дровами закончить, а то в прошлый раз только половину сделал. Были опасения, что бабули могут не выдержать и сами втихаря колоть начать. В их возрасте это не полезно совсем. Пока ехали в автобусе, думал про своего пса. Сегодня вышел утром с ним ненадолго. Обиженный Тузик не хотел домой возвращаться, упирался перед подъездом. «Жаль, что машины нет. Ездили бы всем большим семейством в деревню. Можно даже Мурчелла с собой брать. Мне меньше, чем через месяц. Будет семнадцать. Скоро уже надо майору Круглову звонить насчет курсов в ДСАФ. Но права все равно только через год дадут. Даже если придумаю, как раздобыть машину, что с ней делать еще год». Но тут мне пришла в голову мысль. «Радость моя». Обратился я к жене, мирно дремавшей, прислонившейся головой к окну автобуса. «А не хочешь ли ты выучиться на водительские права?» Галия тут же проснулась. «Ты серьезно?» В глазах ее восторг сменялся сомнением и обратно. «Ну, конечно. Пойдем после Нового года с тобой вместе на курсы». А Галия от радости не смогла найти слов, только молча чмокнула меня в нос. «Это значит, да?» — рассмеялся я. А жена энергично закивала головой. «Вот и отлично. Водитель у меня есть, осталось найти машину. А вот с этим не так все просто. Учить жену ездить на убитой тачке с механической коробкой передач — так себе идея. Нужна новая машина. И где ее взять? В официальной очереди стоять — не вариант. Кто из какого перепуга нас туда поставит? Значит, покупать с рук в три, дорога. А у нас и так выплата за квартиру. Мне срочно нужен план. Приехали в деревню. Подарил бабушкам колбасу из даров природы, да и спросил, пока не забыл, какие у них планы на Новый год. Объяснил, что мы планируем в Святославле ехать праздновать. Предложил им присоединиться к нам. Бабушке переглянулось, а потом Никифоровна сказала. — Нет, Паша, мы уж лучше тут останемся. Наговорились уже с соседями, да и вливаться надо в деревню. А вы нам своих кота и собаку скинете на время поездки, чтобы мебель в квартире не перепортили, пока ждать будут. Ну что же, тоже важный вопрос. Оставлять вдвоем этих монстров на несколько дней, даже договорившись с соседкой, что будет заходить и кормить их. И в самом деле плохой вариант. Целый день рубил, таскал и укладывал поленье с небольшим перерывом на обед и кратковременный отдых. Все думал, где взять машину или денег на машину, но толковая идея в голову не приходила. Решил оставить пока эту тему. Пусть покрутится в мозгу, поблуждает среди извилин. Можешь стопутно и наклюнется. Утро вечера мудренее. Уже в конце дня стал свидетелем скандала между соседками. Старшая Михайлова, соседка слева, что на наш дом в свое время мылилась, поскандалила с Ольгой, соседкой справа и ее дочкой. Они так орали, что вышел из дома Трофим. Шуганул их всех, причем сильно не стесняясь в выражениях. — Похоже, что это не первая часть разборки. Что-то мы пропустили. Давно такого в деревне не было. — Что у вас тут за склоки? — спросил потом бабушку. — Ой, Паш, нарочно не придумаешь, — хохотнула бабуля. — У деревни же вечно вещи из города передают. Что в городе не гоже, то населе еще очень даже поносят. А тут Ксюха Михайлова попросила дочку Олину взять в город туфли свои рабочие, на бойки сделать. Денег дала пятьдесят копеек. Та сделала и брата попросила в деревню отвезти, когда тот к родителям собрался. Записку положила, что это Ксюхе Михайловой. Брат в сумку заглянул, на записку внимания не обратил, решил, что сестра матери туфли свои старые отдает. А они совсем старые были. Говорит, мне стыдно стало такие туфли матери везти. Я их и выбросил. — О, — сказал я, — уже прекрасно понимая, что произошло дальше. — Вот Михайловы теперь и орут. Им и пятьдесят копеек уже отдали, и трояк за эти туфли предлагали. А им трояк не надо, им любимые туфли подавай. Бабушка с Никифоровной рассмеялись. — Представляешь, Паш, вторая неделя пошла, как они те туфли старые поминают. Скандалят все время. — И правда нарочно не придумаешь, — рассмеялся я. — Главное, брат виноват, а достается сестре и матери. — Он появляться здесь теперь боится, — с хохотом ответила бабушка. — Весело вы тут живете. — рассмеялся я вместе с ними. — Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор «Возвращение в СССР». Книга одиннадцатая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Московская типография. — О, Генри, короли и капуста. Иван Ефремов, туманность Синдромеды. — Вот это я попал. Надо бежать отсюда, пока не увидели. Если заметят, что я здесь копаюсь, по голове может прилететь запросто. Левые тиражи — это не шутка. Если я прав, то тут такие деньги крутятся. Поспешил к выходу и наткнулся на Кирилла Борщевского. — Что там? Нашел что? — с подозрением, глядя на меня, спросил он. — Да поразился, какие они тут вещи филигранные делают, — отмазался я. Причем на оборудование времен царя Гороха. — Ну, хорошо. Иди тогда к нашим, погрейся, — сказал мне Борщевский. — А я тут тоже все смотрю и к вам присоединюсь. Кивнул, соглашаясь, и пошел наверх. Хотелось Борщевского тоже за собой утащить, но это выглядело бы подозрительно. — Ладно, пусть тоже посмотрит вокруг, а вось не заметит ничего, как обычно. Поднимался по лестнице и думал, как хорошо, что меня никто, кроме Кирюхи, с этими клише не видел. Это ж такие книги дефицитные. Но проверка дополнительная нужна, чтобы наверняка знать, а то, мало ли, официально все. Надо напроситься к директору в кабинет, посмотреть, есть ли среди готовой продукции художественная литература. Если нет, то это точно подпольное производство невероятно ходового и ценного товара. Вышел в коридор, огляделся по сторонам. Василия Филипповича не заметил. Может, он уже наверх поднялся. И где, интересно, девчонки с Лехой? Выйдя на первый этаж, спросил у вахтерша, стоявшего в открытой двери в кабинет начальства, там ли директор. Она недобро зыркнула на меня и ответила, что у нее всего два глаза, и она не может следить сразу и за комсомольцами, и за директором. Вот же какая сварливая старушенция. Смотрит на нас все время, как Ленин, на буржуазию. Менять гнев на милость даже и не собирается. Ну, а за комсомольцами зачем следить? Сделал вид, что не понял, и направился к кабинету директора, сделав себе мысли на отметочку. Оговорочка-то характерная. Скорее всего, начальство ей велело за нами следить, а она и проговорилась. В кабинете начальника типографии Леха и девчонки преспокойно пили горячий чай с баранками. Вид у всех был расслабленный и довольный жизнью. Самого директора тут не было, но ребят это совсем не смущало. — Нормально вы устроились, — воскликнул я. — Первый этаж осмотрели? — Зачем? — недоуменно уставилась на меня Маша. — Мы же в прошлый раз там были. Все увидели. — Вот именно. И что мы там увидели? — намеками решил говорить я, помню про стоявшую у дверей кабинета вахтершу. — Устранили это или нет? Что нам в отчет писать? — Ну, сейчас посмотрим. Неохотно встал из-за директорского стола Леха и направился по коридору. — И куда это собрался? — повернулась к нему вахтерша. — По делам, бабушка. — вяло ответил тот, не поворачиваясь, и пошел дальше. Вахтерша что-то недовольно прочитая засеменила за ним. Маша пошла за вахтершей. Мы остались со Светкой в кабинете директора одни. Василий Филиппович уже хотел возвращаться к себе в кабинет, но потом решил на всякий случай заглянуть снова в подвальный этаж. Надо проверить, ушли ли комсомольцы. Да и мужикам дать отмашку, чтобы обогреватели включили, а то калеют совсем такими темпами. И принесла же нелегкая этот прожектор. Не было печали. Шастают комсомольцы везде, как тараканы. Не уследите, всюду нос свой суют. Хоть бы скорее ушли уже. От этих невеселых размышлений директора типографии отвлек вид паренька, начальника всех этих комсомольцев, активно копающегося в груди клише. Тот увлеченно рассматривал каждую деталь, пытаясь разобрать надписи и не замечал ничего вокруг. Сердце Василия Филипповича екнуло, по спине пробежал холодок. Он очень хорошо понял, что так заинтересовало ушлого комсомольца в груди клише. Стараясь не производить шума, директор развернулся и тихо поднялся по лестнице. — Где же этот шкаф с образцами продукции? — Ага, нашел. Совершенно открыто, не скрываясь, я перебирал полку за полкой в кабинете Василия Филипповича. — А что еще делать скучающему студенту в ожидании, пока начальство появится? Вскоре к нам заглянул Борщевский, вернулся не так уж и быстро. — О, вот вы где. — А где остальные, потирая зябшие руки? — спросил он. — Пошли проверять, убрали нагреватели и провода из цехов или нет. — О, правильно, — одобрил Кирюха и бодренько схватил баранку со стола. Что-то он какой-то возбужденный и подозрительно довольный. Вскоре в кабинет вошел директор и наткнулся на меня с атласом по географии для пятого класса в руках перед шкафом с образцами, раскрытым нараспашку. Детство вспомнил. Улыбаясь, показал я атлас директору и положил его на место. Тот кивнул равнодушно, словно и не услышал меня и поинтересовался у Борщевского, где остальные. Кирилл пожал плечами и отхлебнул чай из чужого стакана, а то рот набил баранками с голодухи. Тут мы услышали ворчание вахтерши в коридоре. Вернулись Леха с Машей. Ну, ничего там не устранили. — буднично сказал Леха. — Все, как было в первый день. — Понятно. — строго заявил Кирилл. — Очень жаль. Мы надеялись, что вы уберете это безобразие из-под ног ваших рабочих, — обратился он к директору. — Нам придется отразить все нарушения в своем отчете. — Отражайте. Вдруг махнул рукой директор. — Закроют нас, останутся дети без учебников, да и все. — Но это не мы с ребятами будем решать, закроют вас или нет, — важно ответил ему Борщевский. — Не нашего это ума дело, но то, что наше, мы делаем на совесть. Обнаружили, зафиксировали, доложили. — Ну вот и докладывайте, — с вызовом заявил Василий Филиппович. Ни попыток договориться, ни страха или растерянности я у директора не заметил, только раздражение. Что-то он так себя ведет самоуверенно. И Кирилл как-то странно на него наскочил. Не похоже на него такое поведение. Обычно вежлив и не зарывается. Надеюсь, он крыше лишнее не заметил. Время подходило к концу рабочего дня. Видя, что оба закусились, и того, гляди, начнется перепалка, осторожно предложил на сегодня закончить. Девчонки меня активно поддержали, и вскоре мы уже стояли на остановке и ждали автобус. — Кирюх, ты чего так с директором нахально разговаривал? — спросил я. — А чего он не убрал колориферы? — возмутился Борщевский. — Как будто ему наплевать, что мы в акте напишем. — Ну, убрал бы он их. Ты что, не указал бы на это в акте? — возразил ему я. — К тому же, только бы мы ушли, он тут же выставил бы их обратно. Ты представляешь, какой там дубак будет, если их убрать? Так-то по-человечески понятно, что не хотят работники мерзнуть. Другое дело, что сгорят же однажды в пожаре. — Может, указал. — А может, и не указал бы, — ответил Борщевский. — А так он мне выбора не оставил. — Возвращался домой с двояким впечатлением от этого рейда. Вроде явно левак обнаружил, причем очень солидный. Поскольку в шкафу с образцами в кабинете директора ничего похожего на художественную литературу не было, можно смело делать вывод, что типография активно левые тиражи печатает. Будет о чем доложить Сачану, и в перспективе потребовать себе долю малую можно книгами. С другой стороны, мы обычно разыгрывали роль зеленых студентов с ясными и такими наивными глазами и никогда еще не вступали в открытую конфронтацию с руководством проверяемых предприятий, и это вызывало у меня смутное беспокойство. Кабинет директора типографии Василий Филиппович сидел за своим столом и, глубоко задумавшись, грыз баранку за баранкой, сильно нервничая при этом. Вот же принесла нелегко этих комсомольцев. Этот мелкий, что у них старший, копался в клише с таким видом, как будто наклад нарвался. Если внимательный и не дурак, то увидел он там очень много лишнего. Хорошо, если он не понял, что увидел и укажет в акте только про обогреватели. А если нет? Нельзя рассчитывать на лучшее. Нельзя. Надо подстраховаться. Если не предупредит и все далеко зайдет, его не простят. Это он здесь, директор и начальник. А те, кто сумасшедшие деньги, через его типографии делают. Плевать на табличку. На его двери хотели. Не хочется. Проверять, утонет ли он в ванне или прыгнет с крыши. Жизнь хороша. Директор пододвинул к себе телефонный аппарат и набрал по памяти хорошо знакомый номер. Алло, Анвар. Типография на проводе, сказал Василий Филиппович, трубка устала. У нас все П. Бумагу на нас нехорошую накатают. После проверки. Нашел один из проверяющих левак. Откуда проверка? Комсомол развиться? Бумага, сам понимаешь. Даже от них будет серьезно рассматриваться. Кто конкретно? Да мелкий пацан один. Кирилл Борщевский. В МГУ на экономическом факультете учится. Руководитель группы комсомольского прожектора. Нет, курс не знаю какой. Разберешься? Спасибо, дорогой. Сразу после типографии, попрощавшись с товарищами, поехал к Сатчану. Даже без звонка, поскольку уже понял, что его редко не бывает на месте, так зачем зря время тратить? Хорошо приезжать перед самым окончанием трудового дня, никаких посетителей. И меня сразу же к Сатчану и пропустили. Что-то интересное по типографии нарыл. Сразу же сообразил второй секретарь, увидев меня без предварительной договоренности. Все верно, кивнул я. Это не типография, а золотое дно. Официально они контурные карты до учебники клепают, а не официально всякие книги дефицитные. Жульверн Ефремов. Даже сложно представить, какие там денежища каждый день зарабатываются. Если даже по 12 рублей, 4 раза дороже, чем госцена сбывать эти книги, с каждой будет навар рублей по 8, с учетом сырья и платы за риск тем, кто сбывать будет. Если в день делать по тысяче неучтенных экземпляров и не останавливаться на выходные, то это по 240 тысяч рублей в месяц. А Москва — рынок огромный, его даже так не затоварить. В возбуждение перешел на привычный сленг. Вряд ли Сачан понял, почему Москва — рынок и как его можно затоварить. Но его это и не волновало. Давно общаемся. Он привык к неожиданным словечкам от меня. Считает, наверное, что я много специальной литературы читаю, да иностранный язык учу. Вот у меня незнакомые для него слова и вылезают. Да все его мысли сейчас другое занимало, вовсе не мои термины. — Двести сорок тысяч в месяц? На книгах? Смешно выпущуло он глаза. Я вспомнил, что книги ему наверняка покупать самому из-под полы не приходится. Зачем? Ему и так бесплатно приносят все хорошие люди, что хотят с перспективным комсомольским кадром задружиться. Так что пришлось пояснить. В магазине многие дефицитные книги не купить. А с рук их продают дорого, вплоть до пятнадцати-двадцати рублей за особо редкие экземпляры, что сильно востребованы. — Надо же, — удивился Сачан. — Ты точно не в курсе. Вот так партийные товарищи и высокопоставленные комсомольцы проспали проблему дефицита множества товаров для народа. А чего им переживать? У них же на базах все есть, вплоть до иностранной продукции. Приходи да покупай по официальной цене. Они и представить не могут, как могут быть задраны цены на дефицитные товары для простого народа. Разве что прошу бы Сачан знает да про легковые машины с квартирами. А по мелочи, как с теми же самыми книгами, он и не в курсе. А если его про гречку спросить, знает, что она в дефиците, интересно? Но сегодня мы дефицит гречки обсуждать не стали. Сачан выскочил из-за стола и возбужденно заходил по кабинету. — Сотни тысяч рублей в месяц, значит? Вот тебе и типография. Сказал он с таким возмущением, что и не понять, если его не знать хорошо. Он возмущен за государство, теряющее деньги от неучтенной продукции. Или тем фактом, что его группировка не крышует этот бизнес. Но я-то его знаю, так что у меня сомнений не было. Явно не о социалистической собственности этот товарищ печется. — Ну что же, будем разбираться, — сказал он решительно. — Самедова в отчете докладывать про левак? — спросил я. — Ни в коем случае. — замахал руками Сачан так энергично, что по кабинету пошли потоки воздуха. — Ну тогда еще один вопрос. Раз будете под свой контроль брать эту типографию, то я тоже хочу кунуть свой клювик, — сказал я. — Готов брать ежемесячно книгами. Скажем, по полсотни штук, и я предпочитаю не всякие разрозненные экземпляры, а собрание сочинений. По лицу понял, что принципиальных возражений у него нет, но количество книг его несколько смутило. — Сачан спросил. — Надеюсь, не будешь сам продавать из-под полы? Смотри. Если милиция заметет, не факт, что успеем отбить. — Нет, не собираюсь, — честно ответил я. — По крайней мере, пока не соберу сотен шесть экземпляров. Это необходимый минимум для культурного человека, чтобы на меня гости не смотрели, как на дикаря из джунглей, который только вчера с пальмы слез. — Сачан хмыкнул, и я понял по его виду, что пора прощаться. — Однозначно, он уже спешит поделиться полученной от меня информацией со своим шефом. Не удивлюсь, если они тут же начнут разрабатывать планы по подчинению этой типографии, и вряд ли будут долго медлить с их реализацией. Вернувшись вечером домой, застал жену что-то беззаботно напивающее на кухне. — Привет! — радостно подлетела она ко мне. — А я блинчиков напекла. Мои руки и садись ужинать. — У кого-то сегодня отличное настроение. Я сдержал жену в объятиях, ласково целуя. — Да, сегодня день просто чудесный, — почти пропела Галия. — Рассказывай. Быстро сполоснув руки, я сел за стол. Блинчики, сметана, варенье — о, да! — Мне за счет автоматом поставили. Галия вся сияла. — Представляешь, Аркадий Борисович сказал, что за активную работу в течение семестра и высокие текущие оценки поощрит нескольких студентов, поставив за счет автоматом. Поставили мне и еще двум парням из группы. — Умница! Поздравляю! — похвалил я жену. — Это замечательная новость. — Да. А еще я сегодня, после занятий, сходила и позвонила родителям. Начала рассказывать Галия. Папа с мамой помирились, оказывается, но пускать в Москву он ее больше не будет, как я его и просила. А еще папа рассказал, что ходил к той маминой гадалке и забрал у нее деньги, которые она от мамы брала, целых двести рублей. И он велел маме нам их высылать. Сказал, что это компенсация. — Ну и дела. Вот дает загид. — Это же как он ту ведунью припугнул, что она даже деньги отдала, лишь бы оставили в покое. Молодец мужик! — Я пока не знаю, что нам с этими деньгами делать, — продолжала щебетать жена. — Какие-то странные мысли про них. Положила в шкаф на полку, пусть полежат. Может, придумаем что-нибудь стоящее? Я кивнул. — Конечно, придумаем. Кто бы мог подумать, что и от гадалки польза будет после всего того вреда, что она нанесла, натравив на меня тещу. Вот так и надо бороться с суевериями. В пятницу после пар собрались с прожектором для доклада Самедову. Кирилл попросил меня подготовить основу, потом на перемене забежал к нам в группу и забрал у меня отчет со словами, что сам доработает. В принципе, я осветил в докладе все нарушения, что мы заметили, и по условиям труда, и по пожарной безопасности. Но вот эта его суета меня насторожила. Лишней работы Борщевский не любил, и раз забрал доклад у меня, то явно что-то еще хочет тихонько добавить. Как бы он дров не наломал, моя паранойя сделала стойку и начала мне активно нашептывать в уши всякое плохое о грядущем. Только Самедов дал отмашку и предложил озвучить наши выводы по типографии, как Кирилл ракетой подскочил с места. Товарищи, наряду с нарушениями условий труда и пожарной безопасности, я смог обнаружить улики, которые явно свидетельствуют о том, что типография нелегально выпускает дефицитные книги. Я обнаружил множество крыши от художественной литературы, это при том, что официальная типография не занимается ее выпуском. Копать мою картошку я мысленно сделал фейспалм. Как чувствовал же. Сачан расстроится. Сильно расстроится. Глава третья. Москва. Из деревни вечером возвращался домой вымотанный, но с чувством глубокого морального удовлетворения. Вроде все, что могли мы бабушкам, помогли сделать. Но душа спокойней будет. Да и порадовало, что они на Новый год решили там остаться. Значит, обжились уже. Влились в новый круг общения. По Святославлю особо не скучают обе. Дома погулял с Тузиком, постаравшись на этот раз побегать с ним подольше. Жалко пса. Молодой, ему выбегаться нужно. Хоть и валился с ног от усталости, но мужественно мчался по району и палочку кидал по первому требованию, пока песель не нагулялся. Приглезгали ей спать практически не ужиная. У бабушек накормили. Да и сил не было после целого дня работ на свежем воздухе. А у Жариковых за стеной какая-то возня допоздна продолжалась стук, разговоры. Собираются. Удовлетворенно думал я, засыпая. С утра пораньше все были уже на ногах. Машина за вещами должна была вот-вот прийти. Подъехали сослуживцы Петра помогать таскать вещи. Девчонки освобождали жариковский холодильник. Нас вчера не было дома весь день. А Инна забыла разморозить холодильник, блин. Так и повезут со снегом и льдом. У себя уже разморозят. Ты смотри, разморозь его полностью, а потом помой и протри насухо. Учила Галия Инну. Просто так, полуразмороженный. Обратно в розетку не включай, испортиться может. Судя по удивленному выражению лица сестры, предупреждение это казалось совсем не лишним. Предложил мужикам кофе попить, пока машину ждем. Наподяжили себе напитка, сели на кухне болтать. Не прошло и пятнадцати минут, как со двора требовательно посигналили. Выглянул в окно, так и есть. Во двор заезжал небольшой грузовичок с открытым кузовом. «Кажется, это к нам», — сообщил я присутствующим. Монород, побросав недопитые чашки, вскочил и засобирался. Каждый по многу раз входил и выходил на улицу, таская какие-то ящики и тюки. Естественно, никто не тратил время, чтобы разуваться. Пол в коридоре и большой комнате очень скоро покрылся грязью и слякотью. Положенные заранее на пол газеты быстро промокли и порвались. Больше добавив беспорядка, чем защитив пол. Галия поначалу пыталась влучить минутку и что-то протереть, но потом бросила это дело. «Потерпи, малыш», — шепнул я жене, проходя в комнату и видя, с какой тоской она смотрит на грязь у нас в квартире. «Пока все не погрузили, дергаться бессмысленно, сама видишь». Галия кивнула, вздохнув. Зайдя в комнату, схватился за очередную коробку, но Инна остановила меня. «Это оставь», — заявила сестра. «Поставь он туда». Она показала в дальний угол. Там уже стояло несколько коробок тюков, сложенных друг на друга. «Это остается». «В смысле остается?» — опешил я. «Почему? Зачем?» «Ну, зачем мы будем таскать все за собой?» С невинным видом сказала Инна. «Вот получим собственную квартиру, тогда и заберем». «Инна, ты чего?» Я старался говорить спокойно и вежливо. «Вы уже получили квартиру, вы переезжаете со всеми своими вещами». Тут в комнату вошел Петр с одним из сослуживцев. Видимо, услышали часть разговора. «Что такое опять?» — вопросительно посмотрел Петр на жену. «Что с вещами?» «Зачем нам все тащить туда?» — раздраженно спросила Инна. «Все равно потом на другую квартиру переезжать. Снова паковать все». «А если мы через год только переедем?» — возразил ей Петр. «А если через два?» «Ты как без вещей собираешься хозяйством заниматься?» «Где посуду возьмешь?» «Постельное белье, полотенце?» «Как детей растить, не имея необходимого?» «Да разберемся». Инна уперла руки в бока. «Нам не так много вещей и надо». «Точно». Петр тоже начал злиться, устав уже от постоянных взбрыков жены. «Спать будем на голой Софе. Без простыней и подушек. А вместо одеял шторы используем». «С сарказмом», — сказал он. «Ина, хватит, пожалуйста, этой чуши. У нас не так много вещей. Когда из Перми уезжали, ты вообще говорила, что половины нужного в хозяйстве нет. Откуда сейчас эта странная идея появилась? Берем все. Носиться потом туда-сюда и таскать оставшиеся на себе после работы я не собираюсь». Инна, выслушав мужа, резко развернулась и вышла из комнаты. Ожидала, похоже, что муж за ней пойдет уговаривать. Но Петр не повел и бровью. Быстро организовал освобождение квартиры от вещей. В конце еще сам прошел по всем комнатам и проконтролировал, чтобы ничего в каком-нибудь углу не осталось. Все до единой коробки было вынесено. Молодец. Уж не знаю, какой у него мотив был. То ли вещи забрать все до одной, как он жене сказал. То ли понял, что я категорически не рад идее захламлять свою квартиру. Главное, нужный мне результат. Мужики загрузили машину, и она уехала в сопровождении Петра. Сослуживцы поехали вдогонку своим ходом. Надо же еще разгрузить и вещи в новую хату перетаскать. А Инна осталась зачем-то, решив ехать позже. Не совсем понял, чего она ждет, пошел искать сестру по комнатам, чтобы поговорить. Мне ее состояние категорически не нравилось. Я надеялся, что ей понравится хозяйничать в собственной квартире. И энтузиазма сегодня будет побольше. Но пока все получалось наоборот. На кухне в большой комнате сестры не было. Заглянул в нашу с женой спальню, там Галия успокаивала рыдающую Инну. — И чего мы ревем? — настороженно спросил я, заходя в комнату. — Инна, да в чем дело? Можешь объяснить, что такое? Почему ты так реагируешь на такое радостное событие, как получение служебного жилья? — Ты не понимаешь, — скинулась сестра. — Как жить с чужими людьми? — Опять начнут меня от веревок бельевых гонять и ругаться? Приплыли. Все стало на свои места. На общую капризность наложились еще и страхи из прошлого жизненного опыта. Это плохо. Так она рискует себе врагов нажить на новом месте просто потому, что будет заранее о них гадости думать и вести себя соответственно. — О, ёперный театр! — воскликнул я. — Инна, тебе, конечно, досталось перми от этих соседок. Я сам тогда умудрился с ними чутка сквистнуться. Но пойми одну простую вещь. Там ты жила на квартире в обычном доме, по соседству с обычными, довольно сварливыми и вредными скучающими тетками. Для таких молодая и неопытная мама — отличная мишень. Всегда есть к чему придраться и о чем посудачить. Но офицерское общежитие — это совсем другое. Офицерские жены — это наоборот братство, ну или сестринство, учитывая пол. Один за всех и все за одного. Они и в обиду тебя не дадут, и в любой трудной ситуации поддержат. Среди военных так принято. У них выхода другого нет, кроме как объединяться в одну большую семью. Иначе бы они не выжили вдали от своих родных, в далеких гарнизонах, иногда без элементарных бытовых удобств. Вот если бы ты раньше жила с мужем в гарнизоне, как все, а не по съемным квартирам, ты бы это знала, и не придумывала бы себе всякую ерунду. Инна постепенно успокаивалась, слушая меня, но продолжала шмыгать носом и смотреть на меня зло. Умная же зараза, все она, похоже, понимает, но манипулировать нами пытается. Если не остаться в квартире, так хотя бы настроение всем попортить, и чувство вины вызвать перед отъездом. Что за характер? И не смотри на меня так, улыбаясь, ответил я. Я тебя за офицера замуж не гнал, угрожая пистолетом. Сама такую жизнь себе выбрала. Так что кругом марш, тебя муж дома ждет. Дурак, заявила Инна. Давай, сестренка, собирайся. Петру неудобно будет перед сослуживцами, что ты участия не принимаешь в таком важном мероприятии. Так же, улыбаясь, ответил ей я, не видясь на провокацию. Скоро у нас появится телефон. В любое время дня и ночи позвонишь, в случае чего я приеду и помогу, чем смогу. И я приеду, поддакнула мне жена. Инна вздохнула обреченно, встала, вышла из комнаты и начала одеваться. У нас что, правда, телефон будет? Подскочила ко мне Галия, осознав, что я сказал перед этим. — Будет, счастье мое. Еще больше расплываясь в улыбке от ее восторга, ответил я, в среду. — Ура! — завизжала на всю квартиру Галия и бросилась мне на шею. К нам в комнату тут же заглянула настороженная Инна. — Вот, сестра, видишь, как должна реагировать жена на любые достижения мужа. Ухмыляясь, ответил я на ее немой вопрос. Небось, опять напридумывала себе, что мы так рады ее отъезду, что освежим. Мы с Галией, посоветовавшись, быстро собрались и поехали вместе с Инной в мытище. Вдруг помощь нужна. Дела надо до конца доводить. В общаге бурлила всеобщая деятельность. Казалось, на этаже субботник. Мужчины уже перетаскали весь скарб Жариковых, а женщины домывали лестницу и коридор. — Осторожно, пол скользкий! — воскликнула одна из них, когда мы поднялись на этаж. С новосельем улыбалась, приветствовала она Инну. Сестра заставила себя улыбнуться всем и кивнула головой благодарно. Недаром ей лекцию прочел про офицерских жен, похоже, пошла впрок. Мы даже заходить с Галией к Жариковым не стали. В комнате было полно народу. Похоже, опять намечался Сабантуй. Под ногами крутились радостные ребятишки. Мимо нас по коридору пронесся шкет на трехколесном велосипеде, мудрившийся нехило так разогнаться. Судя по сбитой штукатурке, в ряде мест по углам тормозить пока не всегда успевает. — Можно было не приезжать, — шепнул я жене. — Петр, Ина, за нами подарок на новоселье! — крикнул я Жариковым от порога и помахал рукой. Тут же к нам подошел зять и протянул руку. За ним подошла Инна. — Помощь нужна от нас? — спросил я Петра. — Да вроде нет, — пожал тот плечами. Сам видишь, помощников полно. — О, Пашка! — подскочил ко мне Дмитрий, с которым мы стены в ванной красили. — Молодец, что зашел. Помоги стол притащить из моей комнаты. В итоге задержались мы с Галией в общежитии почти на час. Помогли по мелочи с подготовкой к празднованию новоселья, выпили символический первый тост, и только потом получилось сбежать, сославшись на учебу. Приехав домой, мы с Галией первым делом подхватились мыть полы в большой комнате в коридоре на кухне. Жена сначала пыталась прогнать меня, играя в «я сама», но потом сдалась. — Нечего все на себя взваливать. Я не сахарный, не растаю, если пол протру, да и нечестно это как-то. Никогда не понимал такого подхода. Что это за отношения, когда помогать родным, ездили вместе, работали там оба, а придя домой, муж отдыхать и ужин ждать садится, а у супруги второй трудовой день начинается. И хоть понимаю, что Галия к такому привыкла, и с ее точки зрения это норма, но моя совесть категорически возражает, а житейский опыт подсказывает, что такое отношение все равно в будущее маукнется. Накопится раздражение и усталость, и будешь потом недоумевать, куда любовь пропала. Все же было так хорошо. Поэтому тряпку в руки и вперед вдвоем в два раза быстрее сделаем, как дед мой говорил. Вскоре мы с Галией сидели на кухне за столом напротив друг друга, с чашками чая в руках и поглядывали друг на друга. — Такое странное ощущение, — проронила жена. — В квартире так тихо. И понимаю, что кроме нас и кота с собакой здесь никого нет, но все еще не верится. — Сам еще до конца не осознал, — я согласно кивнул. Все время жду, что сейчас звонок раздастся или стук в дверь. — Я, наверное, долго еще привыкнуть не смогу. Галия неуверенно повела плечами. — Аж не по себе. — Так, отставить панику и сомнения. У нас праздник. Мы, наконец, не только квартиру получили, но и точно долго будем в ней одни жить, без соседей, — улыбнулся я. — И я точно знаю, как заставить тебя быстро поверить, что мы здесь одни. Галия посмотрела на меня вопросительно, но когда я начал стягивать рубашку, вмиг переменилась в лице. После выходных идти в университет всегда как-то психологически полегче, чем в середине недели. Но свистывая, я легкой походкой поднимался к главному входу, как вдруг из-за огромного дерева вышел Кирилл Борщевский. Насколько он был радостный и цветущий в пятницу на докладе у Самедова, настолько сейчас он выглядел несчастным и перепуганным. Весь какой-то дерганый, озирается по сторонам все время. А потом я еще и синяк у него на скуле разглядел. Так, и что с ним произошло? — Привет! — поздоровался я с Кириллом спокойно. Насыщенный выходные кивнул на его лицо. Борщевский скривился и вяло отмахнулся. В обычной ситуации я пошел бы по своим делам, но сейчас моя чуйка просто верещала, что здесь замешана типография. Уж очень вид у Кирилла был затравленный. Оставался на месте, пытаясь понять, как правильно сформулировать вопрос, но Борщевский заговорил первым, не дав мне и рта раскрыть. — Поша, тебя можно попросить о помощи? Ты же умный, можешь дать мне толковый совет? — Спрашивай, — кивнул я. — Я влип в серьезные проблемы, — торопливо затраторил он. Я так понял, что в типографии как-то узнали, что именно я разведал про эти клише с названиями художественных книг. — Вчера меня прямо возле дома поймали три смуглых мужика и били, требуя, чтобы информация про эти клише была изъята из всех отчетов и никуда не просочилась. Обещали убить, если у типографии будут хоть какие-то проблемы. — Смуглые, говоришь? — Молдаване, грузины, азербайджанцы, армяне? — Вряд ли молдаване. У них такой акцент и носы специфические. С Кавказа они точно. Откуда именно, я не скажу, не понял. Но что мне делать теперь? Они запретили мне говорить кому-либо, что били меня и угрожали убить. — А если я пойду к Самедову и объясню, почему хочу убрать эту информацию из отчета, он же не станет этого делать, верно? В глазах Кирилла стояли слезы, голос дрожал. Какому его жизнь явно не готовила? — Верно, не станет, — согласился я с ним. — Помолчи пока, я подумаю немного. Начал шустро соображать, как его выручать. Что надо помочь, сомнений не было. Настоящими товарищами мы с ним никогда не станем, это верно. Уж слишком скользкий этот парень. Он вообще не знает, что такое настоящие товарищеские отношения. Даже помогу ему сейчас, он через пару лет уже об этом забудет. И с просьбой к нему никакой уже не обратишься. Увельнет. Знаю я таких. Известный мне типаж. Но все равно это не основание его бросать без помощи. Я лихорадочно просчитывал варианты. Нашли Кирилла быстро и напали целенаправленно только на него. Значит, его в типографии кто-то с этими клише увидел. Судя по тому, что сразу перешли к насилию, не пытаясь вести переговоры, крыша у типографии явно криминальная. И это делает ситуацию очень серьезной. Деньги большие. Очень. Чтобы такие защитить, эти ребятки и убить могут. Вспомнил сразу Васю Негра, как тому прилетело за то, что лишнее увидел, и не тем людям на глаза попался. Первая мысль обратиться к тому же генералу МВД через однокурсника. Схема рабочая опробована уже. Но тут же решил, что нельзя. Магу случайно подставить сатчана, который уже наверняка какие-то шаги вокруг типографии предпринял. Начнет милиция по приказу генерала пасти нынешнюю крышу типографии. Может и новую заодно заковать в наручники. Нам такой поворот совсем ни к чему. Идти к Самедову? — Думаю, на это Кирилл и надеется, что я расскажу Самедову про его проблемы, не он сам, и этим можно будет отбрехаться от бандитов, если они снова к нему наведаются. С него и вправду встанется попытаться на меня внимание бандитов перекинуть. Мол, это вообще не я все затеял, а Пашка... Хотите, расскажу, где он живет. Так что нет, к Самедову тоже нельзя. Тем более я понятия не имею, что у него за группировкой, насколько она сильна. То, что Сатчан уверен, что сможет отвадить их от типографии, может означать, что зубы у них мелковаты, чтобы помочь Кириллу с его проблемами. Остается одно Сатчан. В его интересах помочь с проблемами от старой крыши типографии, раз он собирается стать ее новой крышей. Он хотел бороться за типографию и отвадить конкурентов, вот пусть и занимается со всем рвением. Надо этим ребяткам типографическим такие проблемы создать, чтобы им резко стало не до Кирилла. Значит так, поступим следующим образом. Тихо сказал я Кириллу. Сейчас идешь на занятия. Ведешь себя, как обычно. Видо не показываешь, что что-то не так. Никому ничего про происшествия на выходных не говоришь. Про синяк скажи, что об дверь стукнулся. С занятия напросись к кому-нибудь в общежитии пожить, скажи, что дома сильные проблемы. Найдут тебе сокурсники пустую койку. В общежитии сами студенты плутают. Чужие бандиты там тебя точно не найдут. С общежития тоже только в компании на учебу иди. Когда станет безопасно, я тебе скажу. Дай, напиши мне на бумаге свой домашний адрес. Кирилл лихорадочно кивал головой, слушая меня. А я пойду позвоню знакомому. У него связи хорошие и опыт. Посоветует, что делать. А может и сам сможет этих кавказцев прижать. Кирилл очень обрадовался, начал меня благодарить, да с таким жаром, словно я уже все его проблемы решил. Похлопал его по плечу и отправил на занятия, а сам пошел к телефонной будке. Придется немного опоздать на первую пару. Набрался отчана, тот был на месте. Есть проблема. Одного из наших, Кирилла Борщевского, прессует трое кавказцев. Судя по всему, из тех, что мутили темные дела в этой типографии. — Кавказцы? — возмутился садчан. — А чего они у нас в Москве забыли? К ним же в их края попробуй только влезть, в какое дело. Ни одного шанса тут же задавят. — Ну, спасибо, что сообщил. Есть кому ими заняться. — Где они себя так проявили, говоришь? Продиктовал садчану домашний адрес Кирилла. — Все верно. Наверняка бандиты будут пасти Кирилла у его дома. Там те, кого направят садчан, их и возьмут. Даже стало любопытно, кого именно садчан на них натравит. Пропустить, что ли, занятия? Да расположиться рядом на каком-нибудь чердаке, чтобы посмотреть, как все это будет происходить? Затем решил, что такой дух авантюризма мне ни к чему. Зима, замерзная там на улице. Или кто-нибудь заметит меня там на чердаке из местных, да вызовет милицию, решив, что я белье, которое вывесили, сушиться, украсть хочу. И как мне объяснить наряду, что я делаю на чердаке вместо посещения лекций, не говоря уже о том, что этот наряд может спугнуть бандитов, что пасут Кирилла, и затруднить людям садчана операции по их поимке. К тому же жизненный опыт подсказывал мне, что не так далек тот день, когда я узнаю про группировку садчана намного больше, чем сейчас от него же. Сотрудничаем мы очень продуктивно. Доверия между нами все больше и больше, как и компромата. У меня на него, а у него на меня. Это сближает. Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!